Школы открываются первыми, закрываются последними. До буквы Ю дошли. Диплом повески у своей кроватки. Вы можете озвучить цифру? Очень сложно говорить об этом, насколько они изменяют мне память. Евроизм двух миллиардов. Вы попали в точку. Вы сразу сказали, что никаких реформ не будет. Это вести до конца. Интересы у каждого свои. Есть личные, есть коллективные. Но когда речь идет об интересах группы людей, а если целой страны, кто должен их отстаивать? Министры, Акимы или главы ключевых ведомств. От правильности их решений зависит благополучие государства и его граждан, то есть нас с вами. Добрый вечер. Я Ирлан Бекхожин. И каждую неделю буду приглашать в студию тех, кто, я надеюсь, отстаивает национальный интерес. Сегодня это министр образования и науки нашей страны Асхат Аймагамбетов. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, я вас поздравляю с начала учебного года. Достаточно большой спор был в оффлайне, в онлайне. Как вы все-таки приняли решение запускать в обычном режиме? Есть такой постулат, можно сказать, в целом в вашем мире. Школы открываются первыми, закрываются последними. То есть если посмотреть в целом на образовательную политику, в целом на политику всех развитых стран, ну и не только развитых стран, то можно увидеть именно вот такую картину. Ну, например, даже наши соседи, обычно же у нас как-то принято ориентироваться даже на соседние страны или на страны развитые. Там точно такая же политика. И сейчас новый учебный год они все открыли в таком же традиционном формате. Конечно, при этом надо соблюдать очень жесткие санитарные требования. И если посмотреть на позицию Всемирной Организации Здравоохранения или посмотреть позицию Детского фонда при Организации Объединенных Наций, они также говорят о том, что очень важно обеспечить детей обучением именно в традиционном формате. Потому что образование в школе, оно абсолютно неравноценно тому получению знаний, которые можно получить посредством каких-то технологий. К сожалению, на сегодняшний день это так. Потому что образование, оно гораздо шире. То есть это не просто механическая передача информации. Это и, конечно, вопрос социализации. Поэтому дети, когда ходят в школу, они, конечно, получают все это вкупе. Поэтому очень важно было открыть школы. Конечно, при этом мы коллегам говорим о том, что надо самое серьезное внимание обращать именно на вопросы безопасности. Поэтому то, что касается замера температуры при входе, то, что касается принципа «один класс, один кабинет», то, что касается масочного режима или режима проветривания, режима кварцевания и так далее, это, конечно, самые серьезные требования будут именно по этим критериям. Я знаю, в каждом классе должно быть не больше 25 учеников. Должно быть. И сейчас, к сожалению, у нас есть дефицит мест в ряде школ. Более 300 школ у нас испытывают дефицит ученических мест. В целом у нас 7,5 тысяч школ. Из них вот... Это по стране. Это по стране. И из них 95% от всего количества школ обучается 80% всех детей. А в 5% школ обучается 20% всех детей. То есть вы можете видеть, какая нагрузка именно на эти школы. Поэтому, к сожалению, там заполненность классов намного больше, чем установлено по санитарным нормам. Поэтому сейчас, например, они вынуждены пойти на комбинированный формат. То есть часть предметов не основных, скажем так, но тоже важных, но тем не менее вынуждены выносить на дистанционный формат. То есть комбинированный формат. Часть предметов онлайн, часть предметов оффлайн. Плюс большие классы делят на две подгруппы. Потому что очень важно обеспечить и социальное дистанцирование, но и другие меры предпринимательства. В целом, конечно, вопрос дефицита ученических мест, к сожалению... Это вот в основном и трехсменка, да? Это и трехсменка. Я там читал, до буквы Ю дошли где-то. До буквы Ю, вот я посещал в Коша. Здесь буквально возле Нурсултана, Коша. Я специально без предупреждения на 1 сентября, на День знаний, поехал, выбрал именно этот населенный пункт. И эту школу, зная, что там в этом году более 21 классов до буквы И доходит. Поэтому, конечно, с одной стороны, надо радоваться, что очень большое количество детей пришли в первый класс. Но, с другой стороны, это готовность инфраструктуры, да? Если в школу, где проектная мощность 1200, ходит 5000 детей, а вы извините, школа-то рассчитана, и туалеты рассчитаны на 1200, и столовая рассчитана, и гардероб рассчитан, и коридоры рассчитаны, конечно, здесь это очень серьезная ситуация. Поэтому я специально поехал в эту школу, поздравил родителей, убедился в том, что там рядом строятся дополнительные школы. То есть до конца этого года еще на 2400 мест открывается рядом школа. В следующем году открывается еще одна школа, тоже на 2400 мест. Еще до 2023 года в планах Акимата уже сейчас, которые будут реализованы, открытие еще ряда школ КОШ. Ну и в целом надо откровенно сказать, что данная проблема, она характерна не только для КОШ или для престоличных каких-то регионов, в целом такая проблема актуальна для Туркестанской области, для Алматинской области, для города Алматы, для столицы. Поэтому именно поэтому президент в своем послании буквально вот на днях, он одну из таких главных, важных задач поставил именно по строительству тысячи школ. То есть это на самом деле многие, я видел... Нет, цифра внушительная, и все знают, как это реализовать? Ну в соцсетях тоже я прочитал определенного рода такой скепсис, что вот тысячи школ, кто-то говорил о том, что вообще зачем эти тысячи школ, что нет необходимости, кто-то говорил о том, что это слишком много, кто-то говорил, что этого мало, но на самом деле это обоснованные цифры. Почему? Потому что уже сейчас, в этом году, и президент об этом сказал, более 200 тысяч уже сейчас дефицит ученических мест. Во-первых, рождаемость, а во-вторых, переезжает с сельских населенных пунктов или из других городов, и за счет этого городские школы испытывают очень большое давление. Именно из-за этого президент говорит о необходимости до 2025 года строительства тысячи школ. И здесь у правительства есть четкий, скажем так, план. Мы будем работать в трех направлениях. То есть первое направление – это традиционное строительство за счет бюджетных средств. Это понятно, что все это будет реализовываться, но президент говорит о том, что надо использовать и частный капитал, частные инвестиции. И действительно вот этот механизм, эта схема помогла при решении проблемы с детскими садами. То есть там почти 40-50% был охват. И за счет того, что начали размещать госзаказ, перешли к подушевому финансированию, дошкольному обучению, буквально за считанные количества лет удалось увеличить охват до 98-99%. Сейчас мы говорим об охвате с двух лет. То есть здесь такая же ситуация. То есть первое – это целевое строительство, второе – это государственно-частное партнерство, третье – это развитие сети частных школ. Я вам скажу так, только за последние два года количество частных школ увеличилось в два с половиной раза. Именно благодаря тому, что мы внесли изменения в закон, и начали давать подушевое финансирование. Бизнесу это стало интересно. Они начали вкладывать свои деньги. И это выгодно государству, потому что одно дело – мы бы делали свои проекты, ПСД, потом проводили конкурс, потом бы строили и так далее. Ушло бы большое время. А здесь частный бизнес сам строит. Он строит намного дешевле порой. И это быстрее гораздо делается. А мы только размещаем госзаказ. То есть бизнес – это реально интересно? Сегодня бизнес – это реально интересно. И в Нур-Султане, и в Шемкенте, и во многих городах. В этом году мы планировали, что у нас откроются 32 частных школы. Но мы ожидаем, что благодаря этой большой работе, проделанной, в этом году мы, скорее всего, откроем до 150 частных школ. То есть это тоже большая помощь для государства. Это еще и поручение с конкретными финансовыми подкреплениями. Да. Ну вот, кстати, если вспомнить Коша, вот родители, допустим, первоклассников из класса первого «Ы». О чем они вас спрашивали? Какие вопросы? Главный вопрос – это удобство для детей. Это вопросы безопасности. Это когда будет построена школа. Поэтому мы говорим о том, что школа строится, она завершается. И дай бог в этом году уже завершим. Это снимет уже большое количество вопросов. В следующем году школа завершится еще. Ну и так далее, и так далее. Мы сейчас начинаем делать новые проекты. Проекты, ну, таких, гораздо школ с большей вместимостью. На 2 тысячи, на 2,5 тысячи. Вот был буквально в прошлом году случай в Алматинской области. Построили школу на 1200. Буквально проходит один год. И эта школа становится уже трехсменной. То есть когда как можно было бы сразу построить школу на 2 тысячи. Потому что это вопросы коммуникации. То есть надо подвести инженерные коммуникации. Это вопросы земельных участков. Сейчас мы видим, что испытывают, особенно наши столицы и город Алматы, дефицит по земельным участкам. Ну и так далее. Поэтому гораздо лучше и гораздо эффективнее использовать каждый метр вот именно так. А что планируют с аварийными школами? Вот мне память не изменяет. В Восточно-Казахстанской области, по-моему, в одном селе школа была построена 63 года назад. Вот, ну, ребята, родители на свой страх и риск пришли в первый класс. Ну, по аварийным школам такая же ситуация. То есть мы как раз, когда говорим о тысяче школ, мы говорим о том, что эти тысячи школ будут решать проблему трехсменных школ, аварийных школ и дефицит ученических мест. Потому что, что грех оттаить, регионы где-то пытаются особо не афишировать то, что у них трехсменные школы, называя это дефицитом ученических мест. Поэтому мы сегодня сказали, дефицит ученических мест это такая же трехсменка. Да. Но вот мне редактора подсказывают, что вот проект этой школы был свернут, почитав его дорогостоящий. Вот как тогда, если там реально дефицит мест, аварийная школа, а тут сворачивают. Нет, везде, где необходимо строительство, вне зависимости от того, что он дорогостоящий или недорогостоящий, строительство обязательно будет. Да, а вот между частными и государственными школами, вот система образования, программа одна и та же, или все-таки участники там внедряют что-то свое? Ну вы знаете, здесь так, есть у нас государственный общий обязательный стандарт. То есть вот тот минимум, который государство говорит. Вот ребенок должен за 11 лет выучить и знать вот такие-таки вещи. Или вы ему должны давать какие-то знания, воспитание и так далее. Вот это все должны давать все. Вне зависимости. Базовые вещи. Вне зависимости от того, какая это школа, частные государственные стандарты ко всем одинаковые. Другое дело, что они выше ГОСО могут давать еще дополнительные вещи. Вот, например, сейчас в Нур-Султане здесь открылась одна школа. Они будут давать еще дополнительное STEM-образование, будут учить программированию. Школа полного дня, там будут еще и секции и так далее. Но за родителей за это будут условно дополнительно доплачивать. Но вот эта разница в знаниях, она будет потом ощущаться? То есть частники более грамотные, более продвинутые, нежели те, которые учились в государстве? Ну вы знаете, вот когда мне начинают говорить о том, что частники лучше или наоборот хуже, я говорю о том, что на самом деле это не так. И говорю не только я, об этом говорит наука. Если вы посмотрите даже достижения наших детей и на мировой арене, и где они обучались, вы увидите, что подавляющее большинство это как раз те школьники, которые окончили обычные наши городские школы. Ну давайте поговорим про победителей международных олимпиад. На это обратил и внимание глава государства в своем послании. И вы уже даже определили суммы премии. Это не будет как-то портить наших детей? То, что когда мы даем премию учителям, это понятно. А тут отличник получает миллионы. Ну вы знаете, кстати, я вспомнил, что буквально этим летом агентство Хабар выделили квартиры для своих сотрудников. Это портит ли каким-то образом ваших сотрудников? Абсолютно нет. Это большая поддержка. Поэтому с чем я вас и поздравляю. Ну и когда мы нашим спортсменам выделяем, да, даем такую помощь, те, которые выигрывают, там, получают места на Олимпиаде, они тоже получают определенные денежные вознаграждения. Но я не могу сказать, что это каким-то образом их портит, да, или каким-то образом негативно влияет. Приблизительно такая же ситуация и здесь. Здесь мы по поручению президента вчера как раз на заседании правительства говорили об этом, определились целым с размером. Я думаю, что это достойное вознаграждение. Те наши дети, которые завоевывают золотые медали, они будут получать 4,3 миллиона тенге. Те, которые завоевывают серебряные, они получают порядка 3 миллионов и бронзовые порядка полутора миллионов тенге. Но и не только сами призеры, но и те наставники, педагоги, которые их подготовили для того, чтобы они завоевали такие места. Поэтому в целом я могу сказать, что у нас на самом деле практически беспрецедентные в этом году достижения наших школьников, что касается международных Олимпиад. Вот мы говорим о пандемии, мы говорим о том, что это не совсем хорошо влияет на качество образования, но при этом вот наши дети, несмотря на пандемию, показали замечательные результаты. Международная Олимпиада по математике, и золотая медаль, в том числе в нашей копилке. Международная Олимпиада по географии, золотая медаль, серебряная медаль, бронзовая медаль в копилке. В целом 26 медалей из 31 медали в целом возможные. То есть это говорит о том, что... И это, кстати, школьники не с какой-то другой стороны. Это школьники, выходцы из нашей образовательной системы, и они показывают замечательные результаты. Все говорят об аховой ситуации в школьном образовании. А тут у нас выскакивают дети, победители международных олимпиад. Как это происходит? Это происходит очень просто. Это результат, который дает наша система образования. И когда мы говорим об аховой ситуации, вот вы можете поднять, наверное, в целом провести контент-анализ и СМИ, и в целом, да. Это образование очень критикуемая сфера. И практически ни в одной стране ни само министерство, ни население не может быть полностью удовлетворено той ситуацией, которая есть в образовании. Хорошо это или плохо, но сегодня мы в позиции догоняющего, потому что технологии меняются очень быстро, времени меняется очень быстро, нужны новые навыки. Мы сегодня говорим об обучении в течение всей жизни. И вот как раз о необходимости адаптации учебных программ говорил и президент в своем послании. Поэтому как раз это все вот вместе взаимовязано. Да, но в статусе догоняющего мы как долго будем? Это не только мы. В целом весь мир сегодня так или иначе в статусе догоняющего. А кто впереди? Ну, впереди страны. У нас есть замечательные исследования, в том числе такие как TIMSS, такие как PISA, ну и другие исследования. Они как раз показывают, что ряд стран, они находятся в авангарде как раз. И как раз опыт реформ в этих странах показывает, какие реформы на самом деле сегодня необходимы. Вот как раз самое главное научить ребенка мыслить, применять получаемую информацию, анализировать, да, аргументировать, искать эту информацию, отличать эту информацию одно с другим, критически мыслить. То есть это сегодня самые главные навыки. И учиться в течение всей жизни. И мы в эту сторону двигаемся. И мы двигаемся как раз в эту сторону. И сегодня даже вот новые программы, обновленное содержание направлено именно на то, чтобы как раз школьники не были пассивными участниками образовательного процесса. Чтобы они учились добывать эту информацию, учились критически осмысливать эту информацию, да, и применять эту информацию. А это как-то в конфликт не входит в систему анкетирования, просто крестики, правильный, неправильный ответ. Тут как-то с анализом не совсем оно. ИНТ меняется так же. У нас иногда наши коллеги говорят, ну, до этого говорили, они говорили, ну, вы знаете, они говорят, вы с 16-го года внедряете новые стандарты обучения, новые методики, говорите о том, что надо развивать функциональную грамотность, а сами в тестах или в таких итоговой аттестациях, экзаменах требуете совершенно другое. А именно, насколько ребенок запоминает и воспроизводит. Они абсолютно в этом правы. Поэтому как раз мы большую работу провели и проводим дальше по модернизации вот всех этих экзаменов, в том числе единого национального тестирования. Там не только ты выбрал один из имеющихся вопросов или просто там крестики поставил, там уже совершенно другие вопросы, да, поэтому... Там уже нужны твои размышления. Да, и даже если ты с собой что-то принес, мы идем к тому, что невозможно будет где-то списать, потому что нет на это однозначных ответов. Тут мозги надо включать. Нужны мозги, есть текст, надо думать, что написано в тексте, и, соответственно, надо моделировать. То есть это некая гарантия того, что раньше вот тоже в соцсети выбрасывали эти какие-то безумные вопросы. Кто их придумывал, для меня была большая загадка. Безумных вопросов нет, да. Ну, сейчас можно... Ну, раньше что-то там выдавали такое, просто волосы дыбом вставали, думал, ну, там же профессорский состав сидит. Как он это додумывается, такой вопрос формировать? Ну, поэтому, когда такие вопросы, детей начинают в школы натаскивать именно на это, понимаете? То есть не сколько учить мыслить, сколько вот именно он запомнил какие-то вещи, а он сдал экзамен, сдал тот же самый ЕНТ, вышел, все, у него в голове больше ничего нет. А у нас же задача совершенно другая. Именно поэтому мы меняем не только сами типовые учебные планы, программы, методики, но мы меняем еще и то, что измеряет это на выходе. Ну, вот касательно адаптации, на самом деле технологии развиваются страшные силы. И вот о чем говорил президент тоже в своем послании, что многие школьники просто теряют интерес к учебе. Потому что, глядя на вайнеров, я не знаю, там, на тиктокеров, молодые люди занимают, там, зарабатывают миллионы, у него, конечно, возникает вопрос, для чего вообще мне учиться? Стану вот байнером, там, тиктокером еще, и буду зарабатывать эти деньги. Вот как, вот как здесь, что нам делать? Ну, здесь речь идет о поколении Z, так называемом, иначе их называют цифровыми аборигенами. Это те дети, которые, ну, очень сложно себя как-то мыслить вне современных технологий и так далее. Соответственно, у нас должна также меняться и образовательная среда, и образовательные технологии, и образовательные методики. Поэтому нет худа без добра, как говорится, вот во время пандемии наши многие учителя, они себя показали совершенно с другой стороны. Ну, во-первых, они очень быстро адаптировались к новым условиям. И что меня радует, то, что многие наши, особенно молодые педагоги, они активно начали использовать в своем обучении новые технологии. То же самое Тикток, то же самое Инстаграм, те же самые другие социальные сети. То есть они понимают, что это совершенно другие дети. И мы сегодня даже в учебных программах наших вузов ввели специальный модуль по киберпедагогике, ввели специальный модуль, как раз который дает именно вот эти очень важные компетенции. Это для тех педагогов, которые обучаются в вузах. А то, что касается уже действующих педагогов, мы сейчас проводим новые курсы для них, в том числе по повышению цифровой грамотности и по вот этим, по, скажем так, новым компетенциям. То есть поколению Z мы базовые знания будем тоже внедрять через новые технологии? Не обязательно, это будет blended, это будет смешанное. Смешанное. То есть нельзя абсолютизировать и говорить о том, что давайте мы будем использовать только Тикток, а давайте мы будем использовать только Инстаграм. Нет, конечно, нет. Но при этом определенные технологии, вот такое смешанное обучение, конечно, это будущее. Вот я помню, что вы, став министром, сразу поставили вопрос о повышении заработной платы учителям. И вот пороговый балл для поступающих в педагогический университет. Вот послание президента тоже затронуло эту тему. Почему у нас, вот когда вы стали министром, возникла эта идея? Эта идея, на самом деле, возникала навсегда. Это было поручение президента. Благодаря тому, что президент нас как раз и поддержал, и дал поручение правительству, выделили деньги, и стало возможным повышение заработной платы педагога. Ну, в целом, вот, много было, на самом деле, вопросов по статусу педагога. Дискуссий было очень много, было много скепсиса. Но вот почти два года уже прошло, с момента принятия этого закона. Я думаю, что в целом в обществе есть понимание, что этот закон очень много изменил. И это и речь идет о заработной плате, речь идет и о безлишней отчетности, речь идет о непривлечении к несвойственным функциям и так далее. Конечно, это общий процесс, и он все еще идет. Нельзя сказать о том, что мы полностью все проблемы решили раз и навсегда. Нет. Но это стало огромным шагом вперед. И что касается повышения зарплаты, президент также сказал о том, что и дальше, как изначально было заявлено, будут повышаться заработные платы педагогов. И на самом деле это очень важно. И сегодня то, что вы говорите, мы сделали так, что самый высокий пороговый балл, он именно у педагогов. 75 баллов. Я откровенно скажу, я очень сильно переживал, когда мы приняли решение повысить до 75 баллов. Ко мне приходили мои коллеги в министерстве, они уговаривали меня этого не делать. Что, недобор будет, да? Да, они говорили, они говорили, Асхат Канадыч, мы не доберем детей. Уговаривали, что это неправильное решение, но все-таки мы настояли на том, что такое решение оправдано. Потому что до этого мы видели, что практически поступали дети, средний балл которых был 60. Минимальный балл 50, пороговый. Максимальный балл 140. Но считайте, где находится 60. Вот за счет того, что мы приняли вот эти реформы, буквально за короткий промежуток времени резко вырос средний балл по ЕНТ. Резко выросло количество детей, которые хорошо закончили школу, которую выбирают профессию педагога. Резко выросло количество обладателей медали Альтенбельга. И это, конечно, говорит о том, что делать сейчас. Вот уже сейчас выпускается у нас из вузов ежегодно почти 40 тысяч выпускников. И понятное дело, что к ним таких высоких требований не было. Что с ними делать? Но мы в этом году приняли тоже решение, которое где-то было достаточно дискуссионным. Но мы сказали о том, что то, что у тебя есть диплом, это, конечно, хорошо, но для того, чтобы начать педагогическую деятельность, необходимо, чтобы ты прошел процедуру сертификации. То есть, чтобы получил квалификацию. Диплом говорит о том, что 4 года ты проучился, 240 кредитов ты получил, но диплом не дает тебе квалификацию педагога. Ты должен получить квалификацию педагога, а потом, который дает для тебя возможность именно работать в школе. То есть, если 4 года учитель математики 4 года учил математику, учил методику преподавания математики, потом, когда мы у него требуем школьную программу математики, проводим для него тест и говорим, а теперь покажи, как ты умеешь вести уроки, насколько это справедливо? Я думаю, что это вполне справедливо. Если он действительно 4 года учил математику, он без труда сможет ответить на эти вопросы по школьной программе математики. И запросто может сдать этот экзамен, получить заветный сертификат и пойти работать в школу. Следующее, это повышение квалификации уже нынешних работающих педагогов. Кстати, об этом тоже президент сказал. Да, он с 5 и сказал до 3. Да, это очень важное предложение, на самом деле, потому что тоже долго, уже порядка 10 лет это обсуждается. Понятно, время не стоит на месте, и учителей надо тоже постоянно, чтобы они совершенствовали свои навыки, и чтобы они проходили курсы и так далее. Поэтому президент сказал, не 5 лет, а 3 года. Мы сейчас это будем делать. То есть через каждые 3 года он должен доказывать, что он имеет право преподавать? Нет, каждые 3 года он должен обязательно проходить курсы повышения квалификации. До этого было достаточно, раз в 5 лет ты прошел курсы, 72 часа, и спокойно ты можешь продолжать. Мы теперь говорим, нет, каждые 3 года это минимум. Но вот этот сертификат, он когда был внедрен, это тоже некий допуск к твоей профессии. Да, сертификат внедрен только в этом году. В институте уже не получится. Уже не получил 4, все, диплом. Диплом получил. И пошел в школу, а сейчас нет. Да, диплом получил. Уже нет. Если ты не учился, ты сертификат точно не получишь. Тогда можешь диплом повесить у своей кроватки, или там в серванте у себя поставить, и все. И когда ты внедрили это? В этом году. В этом году. Ну я же говорю, это может быть кому-то такие изменения нравятся, кому-то нет, но наша задача в другом. То есть мы все делаем для того, чтобы наши дети получали хорошее образование, были счастливы, были конкурентоспособны. Такая цепная реакция произошла, то есть интерес к педагогическому образованию возник просто после повышения заработной платы? Тут не только повышение заработной платы. Во-первых, это внимание общества, признание их роли и места. Это вопросы непривлечения их к несвойственным функциям. То есть это все субботники, заполнения всех залов, непонятные привлечения к каким-то дополнительным функциям. Мы с этим очень сильно боремся. Есть в законе норма, которая запрещает этого делать. Если мы такое обнаруживаем, мы наказываем очень жестко. Это излишняя отчетность. Это, конечно, большую роль играет и фактор заработной платы. И когда заработная плата достаточно ощутимо выросла, наши абитуриенты, выпускники школы поняли, что на самом деле стоит обратить внимание на эту профессию. Да, вы можете озвучить цифры? Вот сколько было, сколько стало и, возможно, сколько будет? Ну, вы знаете, вообще... Тоже базовые вот такие. Да, очень сложно говорить об этом. Почему? Потому что у нас учителя получают разную заработную плату. В зависимости от категории, в зависимости от выслуги лет, в зависимости от того, сколько у него часов. Вот недавно я был, например, в Акмолинской области. Посещал обычную сельскую школу в Бурабайском районе. На той неделе. И зашел к учителю в класс, как раз разговаривал с ним, беседовали. Я спросил, какая у вас сейчас заработная плата? Он ответил, что у него сейчас заработная плата, он на руки получает 430 тысяч. Пошел в другой кабинет и спросил у другого учителя, какая у вас заработная плата. Там около 330-350 тысяч. Потом там сидели учителя в учительской и там учительница начальных классов. Я у нее спросил, какая у вас заработная плата. Она, конечно, немного замялась и сказал, что у нее порядка 350 она получает. То есть заработная плата, она разнится. Если этот учитель ведет, например, английский язык, то добавляются дополнительные надбавки. Если у него категория мастер, это самая высшая категория, он получает 50% надбавки от своей заработной платы дополнительно. То есть там очень... Если он работает в сельской местности, 25% коэффициент дополнительно включается. То есть мы можем в целом сказать о том, что средняя заработная плата буквально полтора года назад, когда мы говорили о статусе педагога, она в среднем, как показывает статистика, была около 107 тысяч тенге. Уже сейчас она превышает намного... Ну, последний раз, насколько не изменяет мне память, статистика показывает порядка 240 тысяч. То есть уже за такой короткий период времени средняя заработная плата увеличилась, ну, вы видите, достаточно существенно. И это еще к тому, что в следующем году, с января, дополнительно будет увеличение, в 2024 году дополнительно увеличение. И на самом деле это очень важно, это очень нужно. Потому что в итоге мы получим очень сильного педагога. У нас в образовании, к сожалению, очень сложно увидеть результаты сразу. Потому что нужно 7 лет, 10 лет, прежде чем увидеть результаты. А вот когда речь шла именно об этой реформе, о статусе педагога, вот буквально мы приняли закон, посмотрели ЕНТ, который провели в июле месяце. И сразу увидели, насколько увеличился результат. В этом году снова провели ЕНТ, посмотрели, что не является ли это случайностью. Увидели, что это устойчивый тренд, и средний балл еще больше увеличивается. Более того, для того, чтобы не только повышать средний балл до 75, но и для того, чтобы мотивировать их, сейчас наши педагоги получают самую высокую стипендию. То есть и у всех остальных стипендий порядка 26 тысяч тенге, то педагоги получают 42 тысячи тенге. То есть это тоже такой, скажем так, жест, такой сигнал, такой месседж от государства, который говорит о том, что вот эта профессия для нас является очень важной. И становится престижной. Становится престижной. Ну вот, если закончить тему с первого сентября, на днях я видел сюжет из Израиля, они тоже в очную форму обучения перешли, но многие родители не пускают детей, вот боятся. У нас такого нет. И как это будет происходить, если, допустим, один ребенок заболел, весь класс от него заразился, и дальше что-то такое. Вот такие вещи, как вы будете? Да, если ребенок в классе заразился, то, соответственно, весь класс, без выяснения, без сдачи ПЦР и так далее, он автоматически переходит на две недели обучаться в дистанционном формате. То есть это делается для всех. Опять же, при запуске, если мы обнаруживаем, что у какого-то ребенка, школьника, температура выше, то мы не будем спрашивать, это ОРВИ, это какие-то другие заболевания и так далее. Просто этот ребенок, опять же, уходит и будет заниматься в дистанционном формате. Это все делается для того, чтобы обезопасить других детей. Поэтому вот такие возможности как раз сейчас и даются. И вы тоже прогнозируете, что может и вся школа закрыться? Да. Всем кажется, что вот только сейчас открылись школы после полутора лет того, что они наглухо были закрыты. На самом деле это не так. В прошлом учебном году какая была ситуация? В первой четверти порядка одного миллиона детей ходили в школу, учились в обычном традиционном формате. В третьей-четвертой четверти прошлого учебного года, тоже в разгар пандемии, у нас порядка в среднем двух миллионов детей также ходили в школу, также учились. Общее количество детей три и четыре было в прошлом году. Ну, посудите сами. Больше половины в прошлом учебном году фактически ходили в школу. Мы видели уровень заболеваемости у детей, которые вот двух миллионов, которые ходили в школу и одного и четырех десятых миллиона, которые не ходили в школу. Уровень заболеваемости, ну, медики везде это показывали, примерно одинаково, порой даже было меньше у тех, кто ходил в школу. Потому что там гораздо больше, значит, контроля, меньше социальных контактов и так далее. Специалисты Всемирного банка посчитали, что вот это падение качества знаний потом скажется на недоборе в экономике в районе двух миллиардов. Это мы потом как будем восстанавливать? Вот это как раз еще один, скажем так, еще одно доказательство того, насколько образование является важным. Ну да. Два миллиарда долларов каждый год. Да. То есть то, что мы вкладываем в образование, фактически образование, это не социальная, как бы, да, не социальная сфера фактически. Это тоже часть экономики и может быть даже где-то фундамент. Абсолютно. Потому что это инвестиции. Те деньги, которые вливаются в образование, это инвестиции, они дают прямой доход и прямой эффект на развитие экономики, на рост ВВП государства. Поэтому как раз это очень хороший показатель и цифры. На самом деле эти цифры могли бы быть реальностью, если бы мы ничего не предпринимали. Поэтому в прошлом году нами были предприняты меры по тому, чтобы смягчить все эти последствия пандемии. И в этом году тоже, когда все дети, опять же, все 100% практически вышли обучаться в стенах школ в традиционном формате, прежде всего мы поставили задачу перед системой образования это ликвидация пробелок в качестве знаний. Для этого мы дали инструменты, необходимые методические руководства для наших учителей. То есть сейчас, как только начался учебный год, наши педагоги проводят диагностику знаний. То есть им важно узнать, у кого какие есть пробелы в знаниях. А дети разные. Вот у вас в классе сидит 25 человек, и вы можете увидеть совершенно разную ситуацию. Один очень хорошо все понял, очень все хорошо знает, у него нет никаких проблем, у другого могут быть проблемы по определенным темам. На самом деле есть несколько таких методов, как можно восполнять потери в знаниях. Но восполнение потери в знаниях, это очень важно. И вопрос не только в потере знаниях, мои вопросы адаптации снова к школе. Очень важно, чтобы школа очень сильно заботилась о детях. То есть вот эти 2 миллиарда мы восстановим? Ну, я надеюсь, что этих 2 миллиардов не будет. Ну, дай бог. Вот я тоже поделюсь своим наблюдением по телеурокам, потому что это мы снимали по вашему заказу, и потом мы получали достаточно, очень много писем, особенно из регионов. Ну, во-первых, были письма, допустим, о том, что вот, может, это единичный случай, но тем не менее, там у девочки были проблемы со здоровьем, и вот это во время пика развития этой болезни, ее сажали просто перед телевизором, я смотрела эти телеуроки, успокаивалась. Из регионов преподаватели говорили, вот, наконец-то мы поняли, как надо себя вести, как правильно одеваться, как преподавать. То есть свои плюсы тоже есть. Безусловно. И сейчас, кстати, все эти уроки, по всем темам школьной программы, они абсолютно доступны. Мы вывесили в Ютьюбе, мы сделали доступными на других платформах. То есть это не то, что в прошлом году было использовано, и теперь остается без внимания и надобности, это также параллельно будет использоваться. Это было большим уроком в целом и для наших педагогов. Вы, наверное, сами тоже знаете, когда они впервые пришли, учитель с высшей категории, но когда он стоит перед камерой, когда ему необходимо в течение 20 минут рассказать и рассказать интересно свой урок, ну, бывало так, что снимали по 3 часа, только 20 минут на один урок. Ну, потом, конечно, уже пошло гораздо быстрее, но на самом деле это тоже был колоссальный опыт для системы образования и для наших коллег. Да, даже ваши преподаватели потом тоже делились, говорят, мы чувствовали свою популярность, некоторые подходили, там чуть ли не автографы. Да, да. Тоже свои плюсы. Ну, вот вы, говоря о переменах, которые происходят, ну, в нашей жизни, вот эта цифровизация, вот многие же не знают, как готовить детей. Вот к чему вы, допустим, своих готовите? Они же тоже ваши дети, поколение Z. Ну, сейчас вообще время неопределенности. Вот. Мы называем это вука-мир. То есть, когда на самом деле мир неопределен, когда очень много черных лебедей, это в целом, это новая нормальность, надо привыкать к этому. И все смотрят на министра образования. И, соответственно, мы должны детей готовить. То есть, раньше как было? Знали, когда ребенок идет первый класс, понимали, что какая будет профессия, понимали, что он завершит школу, он пойдет на какую-то специальность, и он обязательно найдет работу, устроится на завод или куда-то именно по этой специальности. Сейчас быть уверенным в этом практически невозможно, потому что вы же видите, новые профессии появляются, в целом целые институты очень быстро меняются за какие-то там 3-5 лет. Технологии меняются очень быстро. Поэтому, соответственно, сейчас самая главная задача, вот как раз то, что мы делаем в образовании, это дать детям функциональную грамотность, научить их учиться и адаптироваться постоянно. То есть, он не может получить какую-то специальность, он не может получить какие-то знания и думать, что это на всю жизнь. Нет, к сожалению, это не так. Он сейчас должен научиться искать информацию. Огромные классы информации в интернете. Но как понять, что вот на этом сайте информация правильная? Как правильно читать эту информацию? Как правильно интерпретировать эту информацию? Как взаимодействовать с другими людьми? То есть, вот эти все навыки, они являются краеугольными и очень важными. Все это очень важно для того, чтобы ребенок был адаптирован и готов к жизни именно в современных реалиях. Ну, вот что вы своим детям советуете? Они наверняка подходят, спрашивают. Кстати, у вас сколько детей? Двое. Один из них уже школьник. Да. Да, ходит в школу. Ну, то же самое, что, наверное, и большинство родителей. То, что я сказал сейчас. Ну, и, конечно, помимо школы необходимо давать ему дополнительные, значит, навыки, дополнительные возможности, да, чтобы он воспринимал этот мир, понимал этот мир. Я своему ребенку, я его, скажем так, как только он научился читать, начал приучать к чтению. То есть, например, вот последний год мы с ним прочитали 55 книг. За один год. Ух ты. То есть, его по чуть-чуть сначала... Ну, на них тонкие детские, да? А разные книги, там, Робинсон, Круза, где-то там, Киплин, где-то там, Берроуз, где-то еще кто-то и так далее. Но ребенок не сопротивлялся. Нет, ребенку это нравится. То есть, поначалу, понятное дело, что надо было начинать там со сказок, с каких-то смешных вещей. Потом, я помню, я купил ему Карлсона. Там очень много там смешных сцен. Ему было очень интересно все время перечитывать и так далее. Сейчас он пошел в шестой класс. Но тогда и второй класс, и третий класс, и четвертый класс. Самое главное, сильно не заставлять, и чтобы ребенку было интересно по возрасту подбирать эти книги. А потом он уже втягивается, где-то в четвертом классе, он уже сам говорит, пап, я хочу читать, мне надо вот такие-то, такие-то, такие-то. И он уже втягивается, он уже не может без учебников. А это и есть воспитание. То есть, он, когда ребенок читает книги, он смотрит истории этих героев, он понимает, что такое добро, что такое зло, как надо себя вести. То есть, это вот тоже очень важно для любого человека. Именно поэтому сегодня мы говорим о том, что все наши школы необходимо обеспечить художественной литературой. Вот с прошлого года, как президент поддержал эту инициативу и дал поручение, все наши школы начали закупать и пополнять свои библиотеки художественной литературы. И на казахском языке катастрофически не было практически литературы, и на русском языке. Проект «Читающая школа», и мы хотим, чтобы вот именно навыки чтения, любовь к чтению прививать у каждого ребенка. Я знаю, вы из многодетной семьи, рано потеряли отца, и вот мама вас всех поднимала. И вот об ответственности школы и родителей, о чем вы так говорили, насколько это важно понимать сегодня? Потому что все, многие сбрасывают реально, вот я в школу отдал все, там должны моего ребенка учить. Что многое зависит, и прежде всего зависит от семьи, от установок, от воспитания в семье. Конечно, при этом мы не должны говорить о том, что вот школа никоим образом не должна участвовать в процессе становления человека. Нет, школа должна свою часть работы выполнять, в том числе по воспитанию. Это и патриотизма, это и ценностное воспитание, это привитие новых навыков, каких-то поведенческих установок и так далее. Да, а в школьные годы кто для вас был главным учителем? Главным учителем все-таки была, наверное, все-таки мама. А в школе? Я до сих пор помню многих своих педагогов. Я как-то несколько раз ездил, тоже встречался с ними. Вот у меня была первая учительница Любовь Валентиновна. Она вот такая, был особый человек. Особый был человек, и она так с любовью относилась ко мне. И мне всегда казалось, что она вот как будто меня выделяет среди всех. Я всегда думал, потом уже, когда встречались со своими одноклассниками, я когда с ними разговаривал, выяснилось, что все тоже так думали, и все считали себя особыми для нее. Но вот это вот такая способность учителя делать так, чтобы ребенок чувствовал себя особым, самым любимым. И вот так себя я чувствовал в качестве вот ее ученика в начальных классах, многим обязанным своим учителям, каждый из нас. И в УЗИ тоже, я помню, всех своих учителей, которые сыграли очень важную роль в моем становлении. Таких учителей сегодня в Казахстане очень много. И эти учителя, конечно, нуждаются в поддержке. И вот как раз тот закон, который был принят, является очень важным с точки зрения развития всей страны. Но у нас для вас есть сюрприз. Вот наша съемочная группа отправила в село Ахсу, а Юла и встретилась с вашим классным руководителем Куляш Кенесовной. Асхат мектепті өте тартыпті оқушы болды. 4-5-ке оқыды. Атанларын мектепке жиы шақырмайтын. Асхат Қанатолы гуманитарлық бақыттағы пәндерді жиы оқытын болды. Оның көмесе ор стиліне, ор садебетіне, және тарих пәнне қызықушылығы өте рақсы болды. Асхат 9-шысыны петіргеннеген кеткісі келді. Бірақ мектепіміздің белсенді жақсы оқушы болдықтан біз мектептен оқып шығуын талабетіп осы мектепте қалдырған болатымыз. Енді мен ойлаймын. Асхат Қанатолы кеткенде басқы мүкін министр, білім министрі болмай, басқа салаға кеткіл қалатын бетті ойлаймын. Дейді, а почему анатым вы не стали б министром? Ну, я не знаю. Надо спросить у куляшкин да, ну я тоже свою учебу в школе помню, потому что преподаватель на самом деле это был авторитетный человек. А сейчас иногда смотришь, дети и ругаются. Если кто-то на него посмотрел, там что-то потрогал, сразу в суд. Как вот эта ситуация? Я не знаю, в Англии там, по-моему, как раньше иногда применяли такое физическое наказание, так и продолжается. Мы физическое наказание не приветствуем, конечно. Ну, у нас следует сказать, что... Взаимоотношения надо же выставить, да? Нет, взаимоотношения всякое бывает, я откровенно хочу сказать, но если учитель, он на самом деле является профессионалом, конечно, и дети к нему, соответственно, относятся. Но бывают разные ситуации, когда и родители пытаются вмешиваться в учебный процесс, где-то из-за оценок высказывают свое недовольство. Ну, разные бывают ситуации. У нас все-таки порядка четырех миллионов школьников, поэтому и родителей очень много. Но, тем не менее, вот как раз в законе о статусе педагога там сидит норма, которая защищает права и законы интереса наших педагогов. И эта норма уже работает, кстати. Наши региональные департаменты по обеспечению качества уже несколько десятков родителей привлекали к ответственности за нарушение определенных норм. поэтому мы и дальше будем принимать все меры для того, чтобы защитить наших коллег. А вот ставминистра вы ввели вот эту практику, вот эта новинка рассылать личные письма благодарности. Это вот с какой целью? Понятно, что преподаватель, не знаю, где-то Селия сидит, получает благодарность от министра. Это очень приятно. Но технология хорошая. Ну, это на самом деле это просто внимание, во-первых. Во-вторых, это определенная связь с учителями, это поддержка их, моральная поддержка. Особенно, мне кажется, это было важно во время пандемии. То есть, мне кажется, это нормальная культура. И данная культура, я надеюсь, найдет свое дальнейшее продолжение. Ну, а вот говоря о культуре, я тоже помню, когда поступал на факультет журналистики, там приходили к нам, вот первая лекция была лекция от мэтра журналистики, тогда ты его слушаешь, и у тебя было понимание, почему ты заходишь в эту профессию и почему. Вот тогда сейчас практики почему-то не существует. Перед педагогами, я не знаю, перед биологами, если бы некие такие очень авторитетные, значимые люди выступали, и у студентов было бы лучшее понимание. Ну, вы знаете, вот вы попали в точку, говоря о том, что очень важно, чтобы у студентов, чтобы вот, например, ну, особенно по таким профессиям, как журналисты, как АИП-специалисты и так далее, чтобы там имели возможность преподавать практики. Вот у нас какая была ситуация? У нас были нормы, которые, честно говоря, делали необходимым, чтобы могли преподавать только те, кто у них числится в штате. Первая норма ограничивающая. И вторая норма, что обязательно должна быть степень. Но если он, например, как вы, руководит каналом, и он приходит потом читать лекции в этот вуз будущим журналистам, ну, это же здорово. Это же дает совершенно другие знания, совершенно другие навыки. Это огромная возможность для студентов. Поэтому мы в этом году внесли изменения типовые правила. И сделали так, чтобы сейчас по вот этим практикоориентированным специальностям вот эти требования по остепененности, по штатности снизить до минимума. Теперь это дает возможность, например, когда готовят айтишников, не обязательно, чтобы был обязательно доктор физико-математических наук. Хороший программист, он может, где-то, может быть, больше дать, как практик. Он может прийти, не будучи штатным работником, не имея ученую степень, прийти, дать очень хорошие качественные знания. Ну а для вас позиция министра, это как? Оправдать некое доверие или все-таки некая миссия? Ну здесь очень сложно сказать. Почему? Потому что, наверное, это больше оправдать доверие населения и оправдать доверие главы государства. Потому что образование очень важная сфера. На самом деле от образования зависит очень многое. Развитие государства, это дети. И Министерство образования, науки, это очень большое министерство, потому что здесь и защита прав детей, здесь и дошкольные образования, здесь и средние образования, здесь и колледжи, здесь и вузы, и наука также находятся в ведении Министерства образования и науки. Поэтому это очень важная сфера и это возможность действительно повлиять в хорошем смысле этого слова на будущее нашей страны. Хорошее и тоже где-то с миссией тоже это как-то перекликается. Ну, абсолютно. Абсолютно. Но вы 13-й министр образования. 13-й. Да. У вас... Я не считал, но говорят 13-й. Да. К числам у вас предвзятости нет? 13-й. Абсолютно. Да. Равнодушен. Но вы сразу сказали, что никаких реформ не будет. Вот у нас почему-то вот эта, не знаю, вот эта практика, что если пришел новый министр, все от него какие-то реформы ждут. Вот сейчас у нас глава государства говорила, наоборот, о преемственности. Да. Почему вот вы сказали, никаких реформ не будет, потому что вы сосредоточились на чем? Само слово реформа, оно стало таким... Некое отторжение вызывает. Некое отторжение вызывает с негативной коннотацией, да. Поэтому в том плане, что давайте мы все заново придумаем, изменим, в школе введем новую систему оценивания, в школу введем новые образовательные программы, вот я сказал о том, что мы этого делать не будем. Почему? Хотя бы потому, что буквально в 2016 году началась большая реформа. И придя в середине 2019 года, если бы я затеял еще одну реформу по образовательным программам в школе, то это было бы, ну, во-первых, нелогичным и абсолютно неправильным. Нам важно было хотя бы закончить начатые реформы, довести до конца. Потому что это очень сложно и для педагогов. Они только прошли новые курсы, они только адаптировались к новой системе оценивания, они только начали понимать, что такое формативное, что такое суммативное оценивание, что такое обновленное содержание, что такое функциональная грамотность. А тут приходит новый министр, он говорит, нет, все было неправильно, я начну по-другому. Поэтому здесь мы говорим и говорили о том, что есть у нас полная преемственность, преемственность в хорошем смысле этого слова, мы должны завершить начатое. Потом все наши реформы, изменения должны основываться на научных исследованиях, на анализе. Прежде чем начинать реформу, необходимо видеть определенные замеры, необходимо видеть, где проблема, необходимо понимать, что следующие твои реформы, они дадут лучший результат. Образование в хорошем смысле этого слова должно быть консервативным, в то же время восприимчивым к изменениям. Но вот в этой части я считаю, что нам необходимо закончить начатое, а потом уже приступать к каким-то новым идеям. Но что касается других изменений, которые не затрагивают именно содержание программ, мы проводим очень много изменений. Мы поменяли систему проведения ЕНТ на электронный формат. Содержание ЕНТ мы меняем на измерение функциональной грамотности. В колледжах мы сейчас даем академическую свободу. Почему это важно? В вузах мы дали академическую свободу, потому что, как мы с вами сейчас говорили, очень быстро меняется требование к компетенциям выпускников. И если до этого министерство утверждало типовую учебную программу, то есть мы писали вот эту дисциплину, вот эту дисциплину, вот эту дисциплину по столько-то часов ты должен учить. Министерство утверждает и все должны по этой программе учить комбайнеров, айтишников и так далее. Что мы потом увидели? Мы увидели, что айтишники выходят и фактически те компетенции, те знания, которые они получили, они уже устаревают. И мы теперь сказали, нет, министерство теперь не будет утверждать типовую учебную программу, теперь для этих колледжей и вузов ориентиром будут запросы работодателей, так называемые профессиональные стандарты. Теперь они обязаны согласовывать свои учебные программы с работодателями и чтобы результаты обучения соответствовали запросам работодателей. То есть, если по айти нужно, чтобы язык программирования был там C++, там Python, Java, то, пожалуйста, будь добр, у тебя в образовательной программе ты должен научить этим языкам программирования, а не тому, что тебе прописывает министерство, потому что министерство не может каждый год, каждые полгода менять программы, а изменения на рынке происходят перманентно. А преподаватели будут успевать так адаптировать? Да, преподаватели безусловно должны успевать, для этого у нас есть система их повышения квалификации и переподготовки. Вот это тоже, между прочим, реформа очень важная. То же самое закрытие вузов. Мы закрываем вузы, это, к сожалению, вынужденная мера, потому что ждать, пока рынок сам по себе все отрегулирует, нам не приходится. На вашем счету сколько уже закрытых вузов? Мы у 53 вузов забрали 205 лицензий, это профилизация, и 14 вузов мы полностью закрыли со всеми лицензиями. Да, а цифра закрываемых вузов будет расти? Цифра закрываемых вузов по всей видимости будет расти, потому что проверки показывают, что есть вопросы по качеству знаний еще у ряда вузов, но мы это будем делать строго в рамках правого поля. Ну а угрозы поступают в ваш адрес? Ну, мы работаем в рамках закона. Я понимаю, но многим это даже не нравится. Ходите без охраны? Ну, слава богу, да. Ну, кстати, вот на одном из совещаний глава государства сказал о том, что он знает про нападки в ваш адрес и высказал некую защиту. Это как-то взбодрило, помогает в работе, когда есть понимание, что глава государства поддерживает то направление, которое многим не нравится. Ну, вы знаете, глава государства очень активно поддерживает в целом образование и науку. И вот последнее послание тоже показало, что огромный блок именно по образованию и науке. Если посмотреть все заседания Национального совета общественного доверия, там почти 43% всех поручений, данных на заседаниях Национального совета общественного доверия, они все касаются образования и науки. Если посмотреть предвыборную программу партии Нур-Утан, там чуть ли не самое большее количество пунктов касаются образования и науки. То есть это говорит о том, что внимание президента именно к нашей сфере, оно очень большое и президент лично отслеживает, лично поддерживает. И вот как раз и закон, закон о статусе педагога и выделенные колоссальные финансовые средства, это все благодаря его поддержке. И, конечно, благодаря такой поддержке мы имеем возможность реализовывать все свои изменения для улучшения образования и науки. Ну да, но вы сказали, вот эти результаты здесь и сейчас увидеть невозможно. Вот на какой период мы рассчитываем? Через какое время мы скажем, да, вот то, что делал министр Амагомбетов, это он красавчик делал правильно. Ну, некоторые вещи уже сейчас, я уже говорил, можно где-то заметить, где-то можно и критиковать. Мы же все, да, бывают какие-то вещи, которые очень хорошо получаются, и можно сейчас увидеть результаты. Некоторые вещи можно увидеть потом. Например, ротация начнется в этом году. Да, мы, достаточно большое количество директоров школ будут попадать под ротацию, перейдут новые школы. А сопротивление есть с их стороны? Ну, я надеюсь, что нет. Потому что коллеги понимают, что это очень важно. Люди образованные, поэтому новая система приема на работу учителей, все это так или иначе даст свои плоды. Ну, сейчас в тренде Life Long Learning все говорят о необходимости постоянной учебе. А чему учитесь вы? Как министр образования я учусь образовании и науки. Вот всегда забывает очень важную часть. ВВП ей мало перепадает, и вот в беседах тоже. Нам надо отдельно посвятить передачу именно науки, мне кажется, потому что это очень важная часть, тем более во время пандемии все убедились, что не только образование, но и науки имеют первостепенное значение. Конечно, конкурентоспособность это продвижение наук. Я учусь каждый день. Во-первых, это саморазвитие, это и чтение, чтение и деловой литературы, и в целом художественной литературы, и каждый день получаешь огромный массив информации, но и не только чтение, но и посещение регионов, встречи с учителями, встречи с коллегами, с работодателями, это все, конечно, только обогащает человека. Депутатские запросы у вас были, всех волнует вопрос, почему идет отток молодежи? Десятки тысяч молодых людей покидают Казахстан, уезжают на учебу за границу, особенно в Россию, где учатся 60% от числа всех студентов нашей страны, обучающихся за рубежом, и часто остаются там навсегда. Я бы концентрировался не только на оттоке, сколько и говорил о том, что очень большой интерес сейчас и к отечественному образованию. Вот, кстати, во время пандемии 15 тысяч студентов, которые обучают за рубежом, они вернулись и стали обучаться в наших отечественных вузах. Но проблема-то существует? Самый важный вопрос не столько вопрос того, что ребята, некоторые принимают решение о том, чтобы получить образование за рубежом или здесь, в Казахстане. Самое важное, чтобы они потом нашли здесь работу и реализовались, вернулись, если они кто-то уехал за рубеж, чтобы они вернулись и нашли применение своим знанием обратно у себя на родине. А в этом направлении что делать? Потому что я не говорю, что есть много историй, но они есть о том, что ребята получают просто супер образование за рубежом, возвращаются на родину и не могут найти себе применение. Ну, например, если говорить о науке, это очень актуально, да, то есть, когда ты получаешь образование по очень высоким стандартам, да, и ведущих вузах, понятное дело, что ты, когда приезжаешь к себе, у тебя должна быть возможность проводить те же самые исследования здесь. Поэтому то же самое замечательный пример Назарбаев университета. То есть, это как раз тот вуз, который отвечает всем необходимым требованиям, где ребята могут самореализовываться, и, кстати, благодаря этому вузу многие как раз выпускники Булашак, они и нашли работу там, и проходили постдокторантуру. Сейчас мы реализуем несколько проектов, 20 центров академического превосходства, например. Там тоже у нас будет усиливаться инфраструктура, там будут закупаться новые лаборатории. То есть, все это как раз вкупе решает в том числе и эту задачу. Да. Но у вас есть понимание, что все-таки проблема есть, да? Ну, проблема, конечно, безусловно, имеет место быть, но для того, чтобы решать эту проблему, необходимая работа проводится. Вот средний норматив по душевному финансированию на одного учащегося в 2020 году составляет 452 668 тенге в год. А что подразумевает эта сумма вообще? Можете, Никита, расклад дать, на что тратятся эти деньги? Это в целом стоимость обучения. Чтобы было понятно зрителям. Это стоимость обучения ребенка. То есть, например, для чего нам нужно было в том числе подушевое финансирование? Мы сейчас на подушевое финансирование перевели все городские школы нашей страны с 2020 года. То есть, если раньше та же самая школа при сметном финансировании, сметное финансирование, когда ты говоришь, у меня 6 заучей, 36 учителей, столько-то нужно, и тебе дают определенную сумму денег, 5 миллионов тенге. И ты на эти 5 миллионов тенге должен содержать это учебное заведение. Теперь есть конкретная сумма на каждого ребенка. Если у тебя есть 1200 детей, ты гарантированно получаешь на эти 1200 детей деньги. И у директора школы есть возможность в том числе экономить эти деньги. То есть, он может сократить, условно, двух заучей, а деньги-то остаются у него. Он может сократить какие-то другие расходы, деньги же остаются у него. Он может потратить деньги на приобретение одного оборудования, другого оборудования. То есть, это дает и финансовую самостоятельность, и финансовую автономию для наших директоров школ. И мы увидели, что порядка, где-то около 23-25% увеличилось в целом финансирование школ, которые они потратили на укрепление материально-технической базы. То есть, это большая эффективность выделяемых средств со стороны бюджета. И в том числе, когда мы стали внедрять подушевое финансирование, это вызвало большой интерес у инвесторов. И начали они приходить и строить школы. То есть, когда мы говорим о том, что вот за одного ребенка мы платим условно 452-455 тысяч, инвестор тоже приходит, он строит школу, и потом также подает заявку и может за тех детей, которые обучаются в этой школе, получать те же средства. Плюс, если этот инвестор построил эту школу, он получает дополнительно еще порядка 300 тысяч тенге за каждого ребенка, тоже каждый год. То есть, это почти 750 тысяч тенге за каждого ребенка он может получать. Соответственно, очень серьезный интерес. Наша страна отмечает 30-летие независимости. В этом году в одном момент принятия независимости вам было 9 лет. Вот вы о чем тогда мечтали? Какие-то мечты сбылись на сегодняшний день? Конечно, безусловно. Тогда я о многом, честно говоря, и не мечтал, потому что это были сложные годы. У нас многодетная семья, и как раз начало 90-х, так же, как и всем, было непросто. Это не было электричества, не было реальных каких-то условий. Сельская жизнь, она достаточно непростая. я не знаю, как тогда было в городе, я думаю, что в городе тоже было непросто, но на селе точно было не слаще. Ну, тогда всем было непросто, да. Ну, вот в это время ходили в школу, учились, старались получить образование необходимое, помогать дома, заниматься хозяйством. Было достаточно большое хозяйство дома. Ну, тогда мечта какая была? Можете вспомнить? Ну, сейчас я бы не стал об этом говорить. Не в рамках этой передачи. Но она сбылась? Она, ну, да, можно сказать, сбылась. Да, ну, а сейчас о чем мечтаете? Тоже, наверное, рамки этой передачи, вы знаете, сегодня, когда мы говорим... Она человеческая тоже. Да, с одного формата на другой формат перейти очень сложно. Время меняется. Если вы найдете время и пригласите на передачу, где будет совершенно другой антураж и другие вопросы, и мы будем снимем свои галстуки и будем беседовать, я думаю, я обо всем смогу вам рассказать. Ну, давайте, в завершении нашей беседы это лицопросы, они сейчас такие стали модные. Утро или вечер? Утро. Чай или кофе? И то, и другое. В зависимости от времени суток, настроения. Блокнот или гаджет? Здесь я могу сказать, что блокнот большей степени, но и гаджет в том числе. А что сложнее, быть министром или отцом? Ну, и то, и другое не просто. Везде, и для того, чтобы быть отцом, надо работать над собой, и для того, чтобы быть министром, это тоже очень большая ответственность, так же, как и быть родителем, поэтому здесь очень сложно. Я бы убрал отсюда слово «или». Караганда или Нур-Султан? Здесь то же самое. Два родных города? Да, здесь ниже пояса бьете. Ну, тогда одной фразой определите, что для вас национальный интерес? Национальный интерес – это развитие страны, это благополучие граждан. Благодарю вас, Асхат Канатович, за живую беседу. Искренне желаю, чтобы у вас, у всех педагогов страны, получилось взрастить образованное поколение. И помните, что национальный интерес мы отстаиваем вместе. Спасибо всем, и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин